Слава Господу! Я приветствую вас! Я пастор Генри Мадава из города Киева. Киев – прекрасный, красивый, очень радостный город. Я вообще так рад, что Бог поместил меня именно в Киеве. Но еще больше я радуюсь тому, что Господь есть мой Бог. Вы знаете почему? Потому что моя жизнь была испорчена во многом. А Он пришел, сделал чудо, поменял мою жизнь. Это так и называется сегодняшняя проповедь, что Бог может менять твою воду в вино. Он может взять недорогостойшую, почти потерянную жизнь и превратить ее во что-то дорогое, важное, нужное. Не важно, что у тебя в жизни. Сегодня Господь готов менять твою воду в вино. И твоя жизнь изменится. Давайте послушаем. Когда Бог меняет твою воду в вино. Когда скажет пастор Генри, что вы влюбились в вино? Нет. Нет. Но Бог меняет воду в вино. Евангелие от Иоанна 2 глава с 1 стиха по 11 стих. На третий день был брак в Кане Галилейской. И Матерь Иисуса была там. Был также звание Иисуса и ученики Его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жену, еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения юдейских, вмешавших по две или по три меры. Мы не знаем, сколько было две и сколько было три меры. Но в общем количество, емкость этих водоемов, это было сосудов, это было не менее 680 литров. Вот Иисус говорит им, наполните сосуды водою и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал в воде, сделавшееся вином, а он не знал, откуда это вино. Знали только служители. Почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему. Всякий человек, он говорит, подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худше. А ты хорошее вино сберег до села, то есть самое высокого качества. Когда Бог делает чудо, Он делает качество высокое. Никогда не надо сопоставлять христианство с худшими качествами. Все, что делает Бог, оно качественно. Так положил Иисус сначала чудесам. В Кане Галилейске. И явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. Удивительно. Они же верят в Него. И тут говорится, они снова уверовали. То есть наша вера растет. От веры в веру. От славы в славу. И каждый раз, когда мы видим Божьи действия, наша вера растет. От одной веры, от одного уровня веры на новую. Поэтому заметите, Иисус Христос был на свадьбе у родственника своего. И в процессе вечера, наверное, уже свадьба должна была заканчиваться. Но еще осталось. И вино закончилось. И осталась вода. Это такая позиция. Не раздашь воду людям. Поэтому осталась вода. А вода – это жидкость без вкуса. Оно очень полезно. Но в этом контексте эта жидкость без вкуса дешевая, недорогостоящая. Вино по сравнению с водой, оно гораздо дороже. Вот. Иисус сделал чудо. Превратил воду в вино. Вот что я обнаружил в жизни. Что в жизни человека иногда бывает, как вода. Или превращается в состояние, как вода. Самое печально – это когда жизнь была вином. Вкусная. С запахом хорошим. Аж комната чувствовала. И вдруг превращается в воду. В жизни такое бывает. Жизнь такое бывает. Она бывает безвкусность какая-то появляется в жизни. Пустота появляется в жизни. Она становится мертвая и бессмысленная. Она становится нерадостная. Она бывает на уровень так надо, так требуется, так принято. На автоматизме, в которой жизни не видно в жизни человека. Притом, что интересно, когда это приходит, люди бывают уже настолько все равно, что они могут с этим мириться, привыкать даже и двигаться дальше. Это состояние, когда жизнь становится как вода, она бывает везде. Например, в жизни любого человека бывает такое состояние. Оно обычно, ты просыпаешься утром, нет ни радости, ни энтузиазма. И ты встал, потому что надо встать, тело уже больше лежать не хочет. Но я встаю, для чего, к чему, оно как-то пусто. Это бывает не только на уровень личности. Это бывает в семейной жизни, между прочим. И в других отношениях, с друзьями, знакомыми. А при том же, принято мы должны показать фасад счастливых. И это еще больше напрягает. Потому что нужно фасад счастливого. А при этом же, сама семейная жизнь, может, уже давно вода. А бывает не только в жизни человека, или в его семье, или в отношениях с другими людьми. С родителями там, с друзьями, знакомыми. Это бывает и в служении, и в отношениях с Богом. Когда ты давно в церкви, ты уже знаешь, что сказать, когда сказать, как поднять руку, как пританцовывать. И иногда человек это настолько умеет уже делать давно, что с Богом давно нет отношения. Они мертвые. Но он уж еще внешние признаки показывает, потому что так принято. А в служении бывает точно так же. Когда человек служит, служит, но давно уже не горит, ничего нету. Просто идет на автомат. Но бывает так же и в работе, в бизнесе, и в учебе. Но знаете что? Бог желает превратить твою воду в вино. Бог желает вернуть жизни. Вернуть радость. Вернуть энтузиазм. Вернуть прыжок в твое хождение. Он хочет вернуть улыбку в твое лицо. Смех в твою ежедневную жизнь. Он хочет вернуть вот эти горяшие, сияющие глаза. Он хочет вернуть вот это бьющее сердце от радости, от ожидания, от полноты жизни. Он это хочет вернуть. Твою жизнь. Твою семью. В служение. В работу. В учебу. В бизнес. Божье желание. Это чтобы мы имели жизнь и мы имели с избытком. Написано в Евангелии от Иоанна 10 глава 10 стих. Вор пришел. Приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Если твоя жизнь превратилась в воду, это значит, там было активное действие вора. Это яркий признак, что вор работал на уровень тебя, на уровень семьи. Притом, когда он работает, это не за один день. Это процесс. Это его искусство у него такое. Он собирает потихоньку, пока полностью не опустошал тебя. Но Иисус сказал, я пришел, чтобы ты имел жизнь и имел с избытком. Помни, Бог за полноценности твоей жизни. Замерите, что вне Иисуса Христа, потому что Он дает жизни с избытком. Вне Него жизнь, как вода. Какие бывают признаки того, что жизнь стала, как вода. Первое. На уровень жизни человека появляется разочарованность, депрессия, безысходность и апатия. Вот муж говорит, я хочу, чтобы моя жена стала вот такой, я ее пытаюсь ломать, переломать. Я говорю, смотри, если она ломается, это я даю пример, что муж и я ломают жену. Хотя в нашем обществе и наоборот бывает, даже чаще всего. Что такое поломали человека? Это значит, у человека была инициатива, энтузиазма, стремление к чему-то. Он двигался, и его переломали. И он входит в режим, который называется, мне все равно. Когда человек в режиме, мне все равно. Это гораздо худший режим, чем режим, когда взволнованный весь. Второе. На уровне семьи появляются ссори, раздори, изменения и разводы. Когда появляются мысли в этом направлении. Это не значит, что ты сделал, но мысли появляются уже. Или какие-то, знаете, есть такие люди, сделал шаг в направлении плохое, вернулся. Но христианство все равно имеет влияние. Шаг потом возвращается. Это говорит о том, что срочно нужно что-то сделать. Потому что, если не сделаешь, семья может пострадать колоссально. И представь себе, как будут страдать дети, муж, жена, родители. Это очень много. Поэтому это состояние, которое дьявол пытается ввести в семьях, это состояние для разрушения семьи. Третье. В служении. Признак служения или в работе, или в бизнесе. Оно видно через израсходованность. Просто все. Нет энергии, нет жизни, нет интереса, нет творчества. Ничего нет. Я всегда советую людям, не служи, не пытайся поднять дело во время израсходованности. Когда мы имеем дело с людьми, имейте в виду, когда мы заставляем людей делать то, что мы хотим, не всегда мы делаем хорошо. Потому что мы их израсходуем. Когда мы диктуем, ломаем, заставляем, как один брат сказал, да мне ради мира я уже все делаю, что мне говорят. Это очень плохое состояние. Это значит, этот человек внутри закрылся, затормозился, выключился, парализован. И ради мира это не лучшая база или основа для строения отношений. Ради мира. Надо, чтобы каждый человек был полноценным. Суицидные мысли четвертые и суицидные поступки. Это не всегда означает себя убить. Но когда люди начинают делать такие дела, которые вредят же им. Когда ты видишь эти признаки, не продолжай дальше, как будто все хорошо. Остановись, подумай, сделай добро. Какое добро? Реши источники проблемы. Но что меня радует? Бог-специалист превратит воду в вино в любом уровне страна, общества, семьи или личности. И он сегодня готов оживить тебя, твои отношения, твое служение, твою работу, учебу, твой бизнес. Все, что у тебя разрушилось, он хочет это оживить. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Она потратила все, что имела и стала еще хуже. Когда ты все сделал, что знаешь, и ничего не поменялось, появляется разочарование. Ты сдаешься внутри. Эта женщина, настоящая проблема у нее. Это не придумано, не выдумано. Это настоящее. Иисус сделал чудо и исцелил ее жизнь. И, значит, и твою жизнь тоже. Второй человек, который я помню, это блюдный сын. Он убежал от отца своего. Он был незрелим. И поэтому, когда он убежал от отца, раньше он нормально себя вел дома. Почему? Потому что папа был рядом. Есть люди, я знаю христиане, которые не пьют, ничего плохого не делают, пока они в церкви. Пастора есть. Как только он оказался, где папы нет, это буквально в тот же день. Как будто он неверующий, как будто он никогда не был в хорошем семье. Он стал жить развратную жизнь, быть движимым своими импульсами. Своими какими-то страстями греховная жизнь охватила его. И этот молодой человек, будучи незрелим, жил импульсивные греховные жизни. И вскоре его жизнь стала хуже в воде. И, получается, этот сын, слава Богу, не умер. Потому что единственный, кто любил его и ждал его, это был его папа. Вопрос возникает, как выходить из воды в вино? Я вам нарисовал проблему, и вы все, о, пастор Генри, как выходить? Вот дверь, пригоди. Помните, все, что связано с тобою, твои решения качественные, нужны всегда. Без них Бог не работает. Даже если Бог сделает первый шаг, Он ждет от тебя ответный шаг. Написано, Иоанн 2, 2, где мы были, в самом начале, был также зван Иисус и ученики Его на брак. Это самое мудрое, случайно для этого родственника, Он пригласил Иисуса. Он даже не думал, насколько это важно, пригласить Иисуса на свадьбу. Поэтому, если мы желаем выйти из состояния воды, в вино, пригласи Иисуса Христа или вернись к папе. Пригласи Иисуса в той ситуации, которая разрушается. Туда пригласи. В семью пригласи Иисуса. Иисус, вот моя семья, моя логика, мое знание, я включил, не работает. Приглашаю тебя. Это называется молитва. Это называется пост. Это называется ходатайство. Это называется богоискание по отношению к твоей семье или к твоим делам. Сын, когда ушел из дома, от папы, он не только от папы ушел. Он ушел от ценности его папы, от покровительства его папы, от мудрости его папы, от наставления его папы. Он не знал, что все это, все это время его охраняло это все и оберегало. И вот получается, этот сын недооценил своего папа. И он ушел, естественно, побежал. И богатство было из-за папы. Естественно, он потерял все. Все имение потерял. Радость потерял. Защиту потерял. И потерял самого себя. Теперь, радость. Придя в себе, он вспомнил, кто он. В смысле, кто его папа. Смотрите, перед кем еще можно признать свою вину? Перед папой. Не надо перед всем миром. Но перед отцом можно. Потому что отцы, потому что Иисус и Бог способны вернуть твою жизнь. Если не сто процентов, как было, но гораздо лучше, чем ты сейчас. Приди сегодня к Иисусу, если ты никогда его не принял. Вернись к его ценностям, если ты уже его знаешь. Вернись к его наставлениям и к покрытию. Восстановись в своем хождении с Господом. И твоя жизнь снова оживает. Та легитимная власть, которую Бог поставил в твоей жизни, если ты нарушил с ними отношения, вернись, восстановись. И снова твоя жизнь приобретет смысл. Но так хорошо. Я уже видел в жизни столько людей, которых Бог поменял, изводив вино. Испорченная, пустая жизнь. И она стала жизнью со смыслом. Потому что вот для этого пришел Господь Иисус. Жаль мне всегда людей, которые убегают от Иисуса или закрывают двери, не хотят открыться, чтобы Иисус вошел, поменял их воду, вино. Но много людей, которые бывают, их вода, вино – это нужное исцеление тела или жизни. Но сегодня я хочу сказать, этот Бог уже много раз это сделал. Я хочу вам показать несколько свидетельств о том, как Бог может творить чудо в жизни человека, меняя его воду, вино. Давайте посмотрим. Иисус Христос, воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое Его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. У нас тут чудо. Этот человек был парализован в течение пяти месяцев. Он не мог ходить. Жена привезла его сюда. А где жена? Жена, просим подойти к нам. Этот человек был парализован им пять месяцев. Это ваша жена? А этот предмет вы использовали, чтобы ходить? Хорошо. Пойдемте со мной вместе. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо, Господь Иисус. Давайте скажем «Аллилуйя». Мумбай! Давайте скажем «Аллилуйя». Слава Господу! Спасибо, Иисус. Господь, благослови жену. Сила Божья на этой жене. Аллилуйя! Видите, Господь касается людей. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Во имя Иисуса. Свобода во имя Иисуса. Скажи «Аллилуйя». У этой девушки была опухоль на шее, и сейчас она исчезла полностью. Подойдите ближе. Где именно была опухоль? Так было 4 года, она не могла спать на той стороне, и нормально есть. Она очень страдала, и опухоль исчезла. Да, спасибо, Господь. Как прекрасно, что наш Бог, Он живой, что наш Бог, Он творит чудеса, что наш Бог может делать невероятное, менять воду, вино. Но самое важное переменое, которое надо, это менять грешника в праведный, чтобы он стал праведный человек, грязный в святой, испорченный, в исправленный. Вы понимаете, Бог это может делать. Как? Он спасает тебя, дает тебе его жизнь, и Он входит в твою жизнь, меняет тебя изнутри. Это называется спасение, покаяние. Если ты хочешь покаяться, примириться с Богом, стать Божьим детьем, и позволять Господу войти в твою жизнь, прочистить, то помоли со мной эту молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня, все мои грехи. Я принимаю тебе, Господь Иисус, свою жизнь, во имя Иисуса. Аминь. Вот если ты помолился эту молитву искренне, Господь услышал тебя, простил тебя, и со сегодняшнего дня ты новый человек. Поздравляю тебя. А теперь хочу помолиться за тебя, чтобы твоя вода стала вином, и болезни ушли, и пришло здоровье, и жизнь поменялась на лучшее. Господь, я благодарю тебя, что ты Бог, для которого нету ничего невозможного. Поэтому от имени Твоего во имя Иисуса провозглашаю исцеление в теле, исцеление в жизни, исцеление в семье, в душе, да уйдет пустота, и всякие внутренние растерянности, чувства вины, да уходят от твоей жизни, которая входит во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Такая была радость и привилегия говорить с вами о Слове Божьем. Всегда помните, в нем, в Иисусе, есть победа. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова